здравствуйте дорогие участники конкурсанты 31 сезона golden time talent music competition great britain меня зовут профессор любовь лаура дювалуа и я представляю сша my name is любовь лора дювалуа он профессор и на репрезент united state of america я подведу сегодня краткий обзор и скажу о результатах конкурса отмечу более яркие работы и самое главное я хочу сказать немножечко отличающуюся речь от предыдущих моих речей предыдущих конкурсах я хочу немножечко вам дать совет как улучшить вашу работу перейду я сейчас голосовому конкурсу голоса и здесь я конечно работала очень тщательно потому что я тоже вокалист я в свое время пила и преподавала оперный вокал и народным оперным народным вокалом я занималась в принципе до джаза я не дошла но я в этом разбираюсь и поэтому вот к вокалистам я если честно придиралась больше а у фортепианников там что-то можно замазать как бы потому что фортепиано проще кто помогает а голос это считается самый сложный инструмент который можно вообще когда-то окамплишь как у нас говорят по английски то есть окамплишь это как бы ну изучить как бы потому что говорят на скрипке можно обучиться за семь лет на фортепиано хорошо можно в принципе через 10 лет научиться играть а чтобы вокал учит научиться хорошо надо как старом фильме сказано что так петь надо 25 лет учиться поэтому вокал и работа над вокалом над дай фрагм над дай фрагмой который у вас здесь вот в этом месте толкание воздуха head voice голос голос который проходит у вас через голову вверх и дает высокие ноты высокий регистр вот здесь было очень много недостатков особенно у академического вокала вы знаете а поработайте пожалуйста над вашим дыханием иногда конец фразы просто был без дыхания мои как бы я сейчас не говорю как никаких имен я не говорю номера я просто вам даю совет всем участникам всем вокалистам неважно с джазовый академический особенно академический потому что вот в поп в 8 там как бы можно просто про проговорить а в академическом там вам нужен высокий голос и у многих высокий голос просто застрял он не прошел выше чем вот я специально такую фэнси шляпу одела чтобы показать что вот эта сторона как бы у вас она была застрявши и у некоторых даже после высоких нот как бы стал голос хрипеть поэтому вот этот head voice у нас в его называют head voice когда вы показываете высокую ноту например чтобы она была там туда длилась вверх высоко не просто так и застряла вот здесь на вокальных связках и никуда не прошла больше вот вот это это самая большая вообще проблема добиться вот этого голосового как бы голосового посыла что как происходит вообще для для академических вокалистов я немножко такой даже мастер-класс там нас вот здесь есть диафрагма между ребрами да а это толкает воздух просто как насос он толкает воздух вверх помеет по узенькой трубочки воздух идет вверх голову и получаются высокие ноты и если недостаточно диафрагма толкнула воздуха то у нас звук застревает вот где-то на этом уровне вот где нас брови и звук идет вот такой у меня смешно и наверное будет очень видео потому что я буду много показывать специально далеко от рояля села чтобы не играть а чтобы петь больше а потому что в основном я смотрела очень много вокалистов этот раз было и про вокал это будет отдельная история значит высокие ноты вам нужно отработать ваша диафрагма должна их толкать и они должны проходить вверх и чем выше ноты тем они идут уже вот тут они вот здесь и обязательно конечно пропевайте фразу до конца чтобы не было так что фраза дошла до конца у вас голоса закончился воздух и все и не и ничего понимаете вот то есть только одну работу в принципе академическую новогоднюю как новогоднюю пьесу я отметила хорошо потому что там был действительно звонкий хороший голос высокие высокие ноты отработанные а остальным я бы конечно посоветовала поработать над вот этот head voice над головным голосом который через голову проходит что я посоветую самое главное для участников которые пели под микрофон и попсу как у нас говорят попсу да поп songs из караоке вот вот здесь происходит самая большая проблема и я ее заметила практически у всех участников когда вы слушаете караоке и она очень громкая вы не слышите своего голоса и здесь вы начинайте просто промазывать ноты и когда вы промазываете ноты это знаете как кто в лес кто по дрова вы не попадаете в эти ноты поэтому мой совет как профессионального вокалиста которая сама стояла на сцене и пела оперу я вам могу сказать когда поешь с оркестром еще например на стадионе в открытом стадионе огромный стадион и когда играет а ансамбль какой-нибудь там оркестр огромные еще идет салют знаете когда какие-нибудь футбольные там хоккейные матчи и надо играть там гимн какой-то петь да и вот здесь происходит проблема потому что вам идут звук через ухо и и вот этот звук он передается на четыре секунды идет он немножко позади чем ваш голос и вам надо быть всегда на 4 секунды впереди чем мелодия от оркестра также с караоке то есть вам настолько надо отработать я вам написала везде акапелла акапелла я не знаю если вы знаете что такое акапелла акапелла это когда вы исполняете без сопровождения то есть вы дома отрабатываете просто ваш чистый голос по нотам попадая в каждую ноту если это ля это должно быть ля если это до это должно быть до а не так что знаете это где-то там себе моль где-то там ля бемоль где-то там до диез там что-то вот так что вот точно в ноту и только один способ чтобы вы когда вышли на сцену держа микрофон и у вас играет караоке громкая вам еще надо двигаться еще люди хлопают и вам надо еще как что-то там изображать и и вы пошли мимо нот петь вот тут только поможет когда у вас в ушах сложенная вот этот так карточный домик сложенный звук акапелла тогда вы споете чисто в ноты поэтому я советую вам работайте работайте акапелла для всех вокалистов мне очень понравилось дальше я пойду ну вода я всегда говорю что соло конечно всегда пить труднее если к в ансамбле там это легче да что дальше я пошла написала отметила и номер 57 милорд песня дит пиаф девочка пела это неплохо спела неплохо спела и французский неплохой и очень хорошая была stage presence stage presence это то есть как бы на сцене ведете себя там хорошо у вас там картинки сзади шли но вы не забывайте когда вы берете песни такие как эдит пиаф как клара фабиан как элвис пресли как синатра то есть вы равняетесь на самых высоких метров вокальной музыкальной музыки исполнительства вам нельзя спеть хуже чем эдит пиаф уйди пиаф был очень почему и трудно петь мир эль матье пела дит пиаф у нее так принципе и не получалось потому что вот это у нее вот это французская кричащая же потом у нее вот это жесткий посыл энергетика такая где-то даже такая агрессивная энергетика уйди пиаф понимаете то есть она стоит она вот поет милорд она с вызовом с таким поет понимаете а вы как бы может быть вам если вы споете это через два через три года может быть вы дорастете до этой песни потому что здесь конечно нужно было немножко пожестче более с напором и такая энергетика должна быть вызывающей как бы вы даете такой знаете как бы посмотри на меня ты проходишь мимо посмотри на меня то есть вот такой вы знаете как бы такой вот и вроде не пренебрежение и там уличная девушка поет и посмотри милорд обратите внимание вот немножечко такого жесткости я и иди пиаф жесткости вот тогда бы у вас получилось очень мягкая так мягко джентл красиво нежно так профили но не хватило мне вот этого отметила я 60 61 62 работу очень хороший голос очень профессионально вы и на английском поете прекрасно и на французском поете прекрасно лара фабиан вы знаете когда я услышал что-то песня лара фабиан я сразу думаю ну сейчас будет наверно что-то такого странное и настолько четко и настолько красиво и даже душу трогает и потом у вас конечно пошли хорошие клипы но я уже смотрю что вы стали записывать в профессиональных студиях поэтому я вам желаю очень большого успеха в дальнейшем мне понравился номер 82 когда два рояля играет девочка подыгрывает и поет happy new year из оба вы знаете в такой маленькой девочке я не ждала такой крепкий сильный голос чтобы так спеть и вот именно об оба звучало это это было это было хорошо мне понравилось знаете удовольствие мне принесли давайте мы пойдем поговорим с вами клипах а клипах и ансон райтер сон райтерс потому что вы знаете вот это мне понравилось и и конечно много было сильно было даже сложно выбрать но я вам скажу просто в завершении что что покорил были очень хорошие произведения хорошие голоса хорошие просто хорошие работы но вот я скажу что номер 81 катерина тополь лёва да тополёва по моему катерина если бы я произнесла неправильно простите меня номер 81 категория 31 50 лет вы сочинили о чернобыле на этом я хочу подвести итоги потому что знаете взять такой масштаб песню чернобыль и как бы к юбилею это страшный этого страшного события и написать песню написать песню настолько красивую настолько сильно и настолько спеть ее красиво вас поразительный голос вы настолько и красиво спели что вы знаете я такой человек и всегда к чему-то придираюсь у меня всегда я всегда ищу какой-то перфекционизм понимаете то есть чтобы все было торфик чтобы все было восхитительно вы знаете у меня мурашки шли потому что как сделан клип и как это спето и тут в этот момент вы знаете нужно просто вставать мужчинам снимать шляпы и я я хочу чтобы этот клип вообще я пожелаю вам что в этот клип может быть конкурс вам поможет чтобы этот клип вышел на более как бы количество зрителей потому что вы достойны получить какой-то award даже какую-то награду за это произведение вот она должна выиграть я вам поставила самый высокая оценка десятка но я вам поставила 20 10 плюс 10 20 я просто была поражена поэтому спасибо вам за эту песню и я желаю вам больших 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 удач в будущем поэтому я сейчас прощаюсь с вами и хочу пригласить как я уже сказала побольше фортепианников людей которые играют на фортепиано а опять же композиторы творите пожалуйста в своем стиле ищите себя вокалисты работайте над своей техникой на своей диафрагмой и над голосовым голосом над верхними нотами и всем удачи пока 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 встретимся в следующем сезоне была очень рада с вами познакомиться до свидания